МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудия пятерка! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Сегодня у нас уникальная игра, потому что в ней участвуют уникальные люди. Участники шестого турнира по интеллектуальным играм среди знатоков православной культуры. Уже шестой наш фавор по благословению патриаршего экзарха Павла, по благословению владыки Стефана. С Богом! АПЛОДИСМЕНТЫ И справа в синих шарфах. Абсолютный победитель почти всех игр нашего интеллектуального турнира. Команда замечательного города Бобруйска «Соль с земли». АПЛОДИСМЕНТЫ И сборная призеров турнира во главе с Данилом Кривицким. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, начнем мы с нашей замечательной блеф-игры, с нашей замечательной Донетки. Кстати, и турнир, сквозная тема, и, скажем так, сквозная тема нашей сегодняшней игры – это преподобный святой Серафим Саровский, 265 лет со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Ну, кто не слышал про замечательного чудотворца Серафима Саровского. Итак, внимание! Блеф-игра. Иван Попов – капитан «Соли земли». Кто у вас самый быстрый, самый, так, по-хорошему, нахальный? Конечно же, Георгий. Георгий, готовьтесь. Данил Кривицкий – капитан сборной «Фавора». Кто у вас? Я с гордостью поведу нашу сборную в бой. Отлично! Ну что ж, тогда вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание! Блеф-игра. Я даю какую-то информацию, а вы, Георгий или вы, Данил, говорите, соответствует ли она действительности. Отвечаете «да» или «нет». Начнем. Верите ли вы, что будущий святой Серафим Саровский в детстве подвязался в лавке отца богатого купца? Прошу вас, Данил. Верю. Верите. Да, в самом деле, отец Прохора Мушнина, ибо так в детстве звали Серафима Саровского, был богатый купец, ну и мальчик подрабатывал у него в лавке, учился. Первые пять очков Данил принес своей команде. Команде «Фавор». АПЛОДИСМЕНТЫ Играем. Верите ли вы, что будучи ребенком, будучи святой, упал с колокольни? Фальстарт у вас, Данил. И я разговариваю с Георгием. Да, верю. Конечно. И что дальше было? Упал с колокольни? Упал с колокольни и остался жив. Вот такое чудо произошло. 5-5. Верите ли вы, что послушник Прохор в Саровской обители показал себя искусным кузнецом? Прошу. Нет. А кем он был? Он был Столяром. Столяром, да. Вы правы. Играем. Верите ли вы, что однажды преподобный Серафим в лесу с помощью топора отбился от нападения разбойников? Фальстарт у вас, Георгий. И мы разговариваем с Данилом. Я верю, он не отбивался от разбойников. Да, он был святой человек и принял побои. Хотя мог бы вполне своим топором, и он был недюжиной силой это сделать. Но он был святым человеком. И вот так и случилось. Играем. Верите ли вы, что Серафим в предчувствии смерти собственноручно изготовил из цельного дубового ствола собственный гроб? Прошу, Георгий. Нет. Не верите? А на самом деле так оно и было. Он же искусственный столяр. Вы же сами сказали. Вот он из цельного дубового ствола искусно сделал себе игру, что он постоянно напинал ему о смерти. Ну, святой человек, нам его понять трудно. Итак, счет у нас после блеф игры 10-10. Равная игра. Вперед! Ну, прежде чем начать дуэль игру нашу, наши пять очных поединков лицом к лицу, мы озвучим пять тем пяти боев. И получите вы пять секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Итак, внимание. Первый бой – азбука веры по алфавиту. Второй бой – дорога к храму. Третий бой – святые и святыни. Четвертый бой – уже упоминавшийся наш святой Серафим Саровский. И пятый бой – церковный календарь. У вас пять секунд. Вы решаете, кто какую тему готов на себя взять. Вперед! Итак, пять секунд достигли. Капитаны дали добрые советы своим замечательным игрокам. И начнем мы первый бой дуэль игры – азбука веры по алфавиту. Иван Попов, кто у вас отлично знает азбуку? Мария. Мария, прекрасно. Данил? Я пойду в противовес Марии. Хорошо. Итак, Мария против Данила. Вперед! Итак, внимание. Азбука веры на А. Он родоначальник всего человечества. Фальстарт у вас Мария. За этим очень строго следит наш электронный судья. Данил? Адам. Адам, конечно, играем. Буква Б. Это вид колокольного звона, при котором мерно ударяют в один колокол. Данил? Благовест. Это благовест. Отлично. Мария. Можете не аплодировать. Готовьтесь. Внимание. Буква В. Их носят на голом теле для смирения плоти подвижники. И снова Данил? Вериги. Вериги. Прекрасно. Играем. Буква Г. Согласно определению апостола Иоанна Богослова, он это беззаконие. Данил? Грех. И это правильный ответ. И буква Д. По-простому мирянин называет его именинами. Прошу, Мария. День ангелов. День ангелов. Это правильный ответ. Итак, 15-30 впереди сборная. Фавор, мы играем следующий бой. Итак, второй бой. Дорога к храму. Иван, кто готов? Алексей. Прекрасно, Алексей. Будьте готовы. Данил? К храму нас в этой игре поведет Василий. Итак, Алексей против Василия. Вперед. Хорошо. В храме этого города впервые посетили православное богослужение послы князя Владимира. Василий? Константинополь. Это правильно, или как называли его наши, Царьград. Играем. Главный православный храм Гомеля это... Прошу, Алексей. Это... Передаю ответ этому товарищу. Понятно, Василий. Были в Гомеле четыре дня и не удосужились заглянуть в кафедральный собор Петропавловский, собор Петра и Павла. Стыдно, стыдно. Теперь вы это знаете. Играем дальше. Москвичи называли его храм Покрова Нарву. Прошу. Храм Василия Блаженного. Или Покровская церковь, ее еще называют. Играем. Столько куполов у Софии Киевской. Прошу. Девятнадцать. Девятнадцать. А еще украинец. Хорошо. Прошу. Алексей? Четырнадцать. Четырнадцать. А на самом деле эти купола символизируют Христа и его двенадцать апостолов. Так что число тринадцать никакое, оно не дьявольское, оно как раз божественное. Играем. Храм-памятник в честь всех святых и в память безвинно убиенных в Отечестве нашем. Это в Беларуси. Открыт в начале двадцать первого века в городе. Вы ничего не теряете, нажав на кнопку и назвав какой-нибудь белорусский город. В Минске. В Минске, это абсолютно точный ответ. Счет двадцать сорок. Впереди по-прежнему сборная Фавора, а мы играем следующий бой. Вперед! Третий бой. Святыни и святые. Иван? Пойду я. Прекрасно. Секунду подождите. Даниил? У нас лучше всех в команде святых знает Анастасия. Итак, Иван против Анастасии. Вперед! Этого святителя из Мир Ликийских церковь вспоминает в начале декабря, а у англоязычных он почему-то символ Нового года. Настя? Николай. А как его называют за рубежом? Санта-Клаус. Это правильный ответ. Настя, мне о вас сказали, что вы победитель городской православной олимпиады. Ну да. Ну да? А как вам это удалось? Как-то. А сколько вам лет, вообще, Настя? 12 будет. С ума сойти. Вот такой не очень взрослый человек победил все, включая 11-классников. Браво. Продолжаем. Реликвия, почитаемая как черновый венец Господа, до недавнего времени находилась там. И снова Настя. Ноттурдам де Пари. Да, до пожара именно там. АПЛОДИСМЕНТЫ Касьяны. Все Касьяны празднуют свои именины раз в 4 года. Потому что День Святого Касьяна, это когда? И снова Настя. 29 февраля. С ума сойти, чувствуется победитель. АПЛОДИСМЕНТЫ Крест, на котором распяли Христа, называют святым и... Прошу. Животворяющим. И честным еще называют. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Московская святая была канонизирована в 2004 году. Память 2 мая. Настя. Матрона. Матрона Московская. Это правильный ответ. И сборная как-то очень лихо взялась за абсолютного чемпиона. 25-60. Ну, сборность какие-то лучшие игроки. Ну что ж, четвертый бой, я думаю, все изменит. Вперед. Четвертого играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Студия болеет за Бобрульск. Итак, Иван, кто у вас знаток жития Серафима Саровского? Лучше всех это знает Марина. Марина. Прекрасно. Данил, у вас? Лучше всех Серафима Саровского в нашей команде знает Елизавета. Понятно. Хорошо, играем. Марина против Елизаветы. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем. В какую обитель идти? Авторитеты из этого города ответили будущему святому. Куда? Какой город? Куда он сначала сходил? А сходил он в Киев, в Киево-Печерскую Лавру. Вот там ему и посоветовали. Играем. Это богоугодное заведение построили на месте, где произошло чудо исцеления послушника Прохора. Это церковь святых Зосимы и Саватия на месте исцеления. А еще что построили? Богоугодное заведение, кроме церкви. Там еще была больница. Великолепный ответ. Этого хищника безбоязненно кормил из рук преподобный Серафим. Серафим Саровский не боялся покормить из рук медведя. Да, вот есть даже иконы с такими изображениями. Великолепно. От этого обета святого разрешила только сама Богородица. Прошу. Обет затворничества. Увы, прошу вас, Елизавета. Это был обет молчания. Великолепный ответ, да. Потому что потянулись к преподобному люди, которых нужно было наставить, выслушать и так далее, и так далее. И вот сняла она с него этот обет. Играем. Этими двумя словами обращался Серафим к любому мирянину, независимо от возраста и пола. Прошу. Радость моя. Радость моя, да. Великолепно. Прекрасно отыграла Марина. Чувствуется, что житие святого преподобного Серафима Саровского – это ее настольная книга. Итак, сократился разрыв в счете. Бобрульск стал догонять. 40. 65. Отлично. Играем. Иван, есть еще у вас силы и бойцы? Конечно же, у нас остался Георгий. Георгий – это мощный боец. Данил, у вас? В следующем бою вместе с Георгием и с нашими телезрителями церковный календарь будет листать Серафим. Отлично. Георгий, братья Серафима, вперед. Георгий, внимание, Серафим, внимание, церковный календарь. Важнейшие праздники православной церкви называются? Фальстарт, фальстарт у вас, Георгий. Серафим? Двунадесятые. Увы, 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 важнейшие праздники называются Великими праздниками. Так по-другому называется праздник Богоявления. Прошу. Крещение Господне. Прекрасно. Играем. Он или на вечере бывает рождественским или крещенским? Прошу, Георгий. А еще там Сочево идет. Три, две, одна. Серафим? Сочельник. Прекрасно. Вознесение Господне празднуется на этот день после Пасхи. Прошу. Сороковой. Прекрасно. Рождество этого пророка седьмого июля входит в число великих праздников. Да. Рождество Иоанна Претеча. И это правильный ответ. Сорок пять, восемьдесят сборные фаворов впереди. Тест игра, вперед. Итак, внимание. Тест игра, игра с вариантами. Тема этой игры, главная книга, книга книг, Библия. Итак, внимание. Иван, кто готов у вас играть тест? Библию у нас в команде лучше всех знает Алексей. Алексей, прекрасно, готовьтесь. Данил? Думаю, наша победительница православной олимпиады не раз перечитывала Библию, поэтому пойдет Анастасия. Алексей против Настей, вперед! Итак, три варианта наше, как мы шутим, скоростное централизованное тестирование. Начнем. Итак, в первый день творения Бог отделил. А. Свет от тьмы. П. Небо от земли. С. Воду от твердей. Фальстарт у вас, Настя. Я рыдаю вместе с вами. Да, очень эмоционально реагирует. Прошу вас, Алексей. Я считаю, что в первый день был отделен свет от тьмы. И это правильный ответ. Плюс 10 очков. Проложаем. Адам был создан Богом. А. По образу и подобию своему. П. По утвержденному проекту. И. С. По просьбе ранее созданной женщины. Прошу. Я считаю, что Адам был создан по образу и подобию Божию. Как и все мы, это образы и подобие Божие. Плюс 10 очков. Настя, я болею за вас. Вода во время потопа усиливалась. А. 40 дней. Б. 77 дней. И. С. 150 дней. Прошу. 40 дней. Да ничего подобного. Это всеобщее заблуждение. Настя, может, вы помните. Нажмите на кнопочку. Чтобы все видели, что вы... 30. Что, 30? Варианты 40. 77. 150. 77. 77. 77. 77. 50 дней. Читайте Библию. Не разыграны. 10 очков. И мы продолжаем. 10 заповедей были даны Богом Моисею на горе. А. Арарат. Б. Синай. С. Фавор. Прошу. Синай. И это правильный ответ. Плюс 10 очков. Настя, спокойно. Спокойно. Играем. Из четырех евангелистов крылатый лев символизирует. А. Матфея. Б. Марка. С. Луку. Прошу. Матфей. Марк. Лука. Марк. Вы правы. 10 очков приносит своей команде Настя. 75. 90. Разрыв сокращается. Равная игра. А у нас впереди славяй-граф. Поехали. Вперед. Я обращаюсь к Ивану Попову, капитану команды Соль земли из Бобруйска. Иван, я даже раскрою вам, как говорится, спойлер. У нас тема слайд-игры – иконы святых. Мы вам икону, вы нам имя святого. Кто? У нас будет играть Марина. Марина. Кто святых разбирается в иконах в сборной Фавора? У нас в команде в сборной играют люди из разных городов и даже стран. И на следующую слайд-игру мы отправляем нашего друга из Украины – Василия. О, сильная пара. Марина против Василия. Вперед! Ничего сжать не нужно. Отпустите кнопки. Мы начинаем с выигрывающей стороны. Если Василий ошибется, у вас будет право. Следующий вопрос будет к вам. Итак, Василий, внимание, как говорится в другой игре, на экран. Прошу. Владимир. А чем он так запомнился-то, собственно? Он крестил Русь. Это правильный ответ. Плюс 15 очков. Марина, играем с вами. Я вас верю. Я за вас болею. Конечно, это Николай Чудотворец. Он же, да, Николай Мерликийский. Браво, браво, Мариночка. Играем с вами. Василий. Целитель Пантелеймон. Великолепный ответ, даже ударение. Правильно, Пантелеймон. Марина. Это, конечно же, Серафим Саровский. Да, узнали, узнали, узнали. Два дня он был у вас перед глазами. Василий. Георгий Победоносец. Вот он какой, оказывается. Да, вы правы, играем. Марина. Я думаю, что это Иоанн Предсеча. А почему? Потому что здесь его отрубленная глава. Вы правы, да. Право, Марина. Василий. Три, две, одна. Святая Екатерина. Святая Екатерина. Пошли, медваринина. Нет, это неправильный ответ. Марина. А я думаю, что это Елена. А почему вы так думаете? Рядом с ней находится крест Господень. Который, собственно, под ее руководством и был-то найден. Браво, Марина. Десять очков на подборе. Марина, прошу. Ну, мне остается ответить, что это Святая Екатерина Апостольная Нина. А почему? Потому что у нее крест из виноградной лазы. А в какой стране она, собственно? В Грузии. В Грузии. Прекрасно. Пятнадцать очков. Вася. Василий. Василий из города Нежина у нас. И что же за апостол такой вот перед... Апостол Лука. А почему? А кем он первым считается, собственно? Он считается первым иконопис. Абсолютно правильно. И вот сама Богородица ему позирует. Великолепный ответ. Марина. Эта картина изображает, как Фома неверующий, ну, встречу Господа Иисуса Христа и Фома неверующего. Да, вложил персты в раны его. И просто не поверил. Браво, Марина. Великолепно играете. Ни одной ошибки. И сейчас аплодисменты будут греметь все громче и громче, потому что Марина вывела свою команду вперед. 160-150. И два вопроса Марине. Марина, а вот давно вы, собственно, занимаетесь православной культурой? Да. Я родилась в православной семье. Меня с детства в деле в храм. Я ходила в воскресную школу. Прекрасно. А вот в этой команде вы давно? С прошлого года. Мы посещали уже Гомель и ездили на Фавор. Великолепно. Спасибо, Марина. Риск игра. Последняя, решающая. Вперед! Итак, внимание. Внимание, внимание. Иван, нужен самый сильный, самый выдержанный, самый, в общем, самый-самый игрок. Марина уже два раза использовала два выхода. Так что у вас остались Мария и мужики. Ситуация довольно интересная. Не думаю, что я самый-самый, но попытаюсь вытянуть команду еще дальше. Иван Попов, капитан, готов идти. Кого отправляет в бой Даниил? Я думаю, что даже если бы капитаном нашей команды был сам великий Соломон, то он тоже бы, его выбор пал бы на Серафима. Великолепно. Иван против Серафима. Вперед! Ну, теперь на РД-пятерке мы будем называть правильный выбор игрока не Соловоновым решением, а Данииловым решением. Хорошо. Ну, это если Серафим победит Ивана. Итак, внимание. Руку на кнопку. Риск игра у нас повторяет темы игры дуэльной. Начнем мы с азбуки веры. А, Б, В, Г, Д уже было. У нас буковка Е. Лжеучители, по словам апостола Петра, учат им. Ересям. И это правильный ответ. И еще становится 160-170 в пользу сборной Фавора. Играем. Дорога к храму. Он – это главнейшая часть храма. Фальстарт. Фальстарт. Нервы не выдержали у Ивана. А Серафим выждал. Будете отвечать. Плюс 20, минус 20. Главная часть храма – это алтарь. Это алтарь. Вы правы. Плюс 20. 190, 160. Иван, я верю в вас. Внимание. Святые и святыни. Католики считают, что этих святынь – три. Православные считают, что этих святынь – четыре. Прошу вас. Это гвозди, которыми прибили Иисуса Христа. А почему так? По католическому учению Христо прибили две ноги вместе. Отличный ответ. Браво. Браво. 180, 190. Играем. Серафим Саровский. Мирское имя Серафима Саровского звучало как? Прошу. Прохор. Прохор Машнины вы вывели команду вперед. 200, 190. Церковный календарь. Внимание. 24 мая церковь вспоминает этих равноапостольных братьев, учителей славянских. Серафим. Кирилл и Мефодий. И это правильный ответ. Браво. При абсолютно, при абсолютно равной игре, сильной игре, блестящей игре, ну, чуть-чуть сильнее оказалась сборная. Ну, на то она и сборная. Сборная команда, они сильнее клубных. Так что Иван, Марина, Маша, Алексей, Георгий. Это еще не последний день. Это пока просто игра. И сейчас по благословению организаторов фавора, а это Владыка Стефан и непосредственный координатор нашего большого турнира про теории Артемий Кривицкий, я просто должен вручить на память две замечательные книги. Сейчас я вас буду вводить в соблазн. Иван, я даю вам несколько секунд, чтобы решить, кто из игроков соперника наиболее сильный. Ту же задачу я ставлю Даниилу. Вперед. У вас пять секунд. И я обращаюсь к команде белорусов. Наш Бобруйск, наша соль земли. Иван, вы готовы назвать лучшего игрока у соперника? Да, нас всех поразила игра Анастасии. Настя! Настя, закон Божий от священника Даниила Сысоева. Теперь ваш. Дай вам Бог. Даниил, ваше решение по сопернику? Мы посовещались, и было очень сложно сделать выбор, так как все участники проявили себя достойно. На то они и победители фавора. Но нас больше всего впечатлила игра Марины. Мариночка. Слова и речи Георгия Канисского, архиепископа Могилевского. Это ваше. Дай вам Бог. Ну, что я могу сказать напоследок? Великолепная игра наших гостей. Впервые в нашей студии, впервые игра на кнопке. Но сколько знаний, сколько азарта, сколько хорошего задора. Ну и наша суперсборная, сборная мира, сборная трех стран. Брянск, Гомель, Нежин, Россия, Украина, Беларусь. Доказывает, что люди разных стран и разных взглядов прекрасно могут объединиться на почве веры, на почве духовности. И побеждать кого угодно. Так что верьте победу, делайте все для того, чтобы побеждать, но при этом и о душе не забывайте. С Богом. Дай вам Бог. Ах, почти забыл. Самое главное, что я вам должен сказать. Школьники, да и студенты. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...